Окружные власти пользуются методикой, утвержденной законом о межбюджетных отношениях. Один из пунктов указывает, что за основу берут официальные данные статистики, причем за год, предшествующий планируемому периоду. Численность населения влияет на размер дотации, потому как частью является подушевой. В проекте бюджета Сургута, который на следующей неделе представят на обсуждение депутатам Думы, в полном объеме заложено финансирование на субсидирование пассажирских перевозок. В конце прошлого года из-за недостатка средств власти города пошли на сокращение числа субсидируемых маршрутов с 22 до 9. В результате цена проезда по ряду направлений на несколько дней поднялась с 25 до 35, а в некоторых случаях до 50 рублей. Перевозка пассажиров у нас занимает достаточно большую часть в бюджете. На вскидку это более 800 миллионов, то есть уже цифра к миллиарду приближается. Только это не субсидии. На протяжении ряда лет мы проводим конкурсы по 44 закону и на конкурсной основе привлекаем перевозчиков. Средства предусмотрены и на действующие автобусные маршруты, на традиционные летние перевозки пассажиров. То есть транспортное обслуживание будет обеспечено. Стоимость проезда в общественном транспорте Сургута в 2020-м сохранят. Ценник на автобусный билет сейчас составляет 25 рублей, на проезд в маршрутках 30, по двум направлениям 40 рублей. На субсидирование общественного транспорта на 2020-й в бюджете города закладывают более 1 миллиарда. Об этом рассказал заместитель председателя Думы муниципалитета Артем Кириленко. Он отметил, что за последние два года сумма, которую направляют из городской казны на помощь перевозчикам, выросла на 250 миллионов рублей. Тарифы существуют двух видов. Регулируемые и нерегулируемые. Размер первых устанавливает округ. Отказываться от какого-либо типа не планируют, поскольку сохранение обоих дает больше возможностей для конкуренции. Также сургутские депутаты поставили перед администрацией задачу проанализировать схемы движения общественного транспорта с учетом появления новых микрорайонов. Нами, депутатами, поставлена задача, чтобы администрация обеспечила разработку новой схемы организации движения общественного транспорта. Как показывает практика, в других городах это приводит к определенному эффекту. Маршрутная сеть оптимизируется, уменьшается количество маршрутов и приводит к экономии бюджетных средств. И к повышению удобства для пассажиров. О повышении удобства пассажиров думают и в другом направлении. В части обновления автопарка. Артем Кириленко отметил, что конкурсы, которые сейчас разыгрывают между перевозчиками на обслуживание городских рейсов, на грани рентабельности. То есть у владельцев компаний просто нет лишних средств на покупку новых автобусов. Не мешало бы повысить и комфортность транспорта акционерного общества СПОПАД, акциями которого владеют городские власти. Какие меры будут предпринимать в Сургуте, чтобы сделать автобусы и маршрутки удобнее. А также о новых направлениях, по которым хотят запустить рейсы, мы расскажем в эти выходные в программе «Новости главное».